Дорогие коллеги, на второй паре я вам расскажу, собственно, чем мы будем заниматься на семинарах, что входит в обязательное чтение по социологии искусства и в чем, как читать эти книги. Сразу скажу, что именно на ближайший семинар вы должны будете прочесть статью Пьера Бурдьо, крупнейшего французского социолога, под названием «Поле литературы». Бурдьо. Эта статья, она, в общем-то, много где находится в сети. Она была издана, вышла в французске в 382 году, а на русский была переведена в 2000. «Поле литературы». Пьер Бурдьо. И на русский она была переведена в 2000 году. Ее перевел поэт и историк литературы Михаил Гронос. И эта статья, она повлияла на целое поколение литератур. Сама статья большая, поэтому вы можете просто разбить ее на куски, например, каждый прочтет свой кусок, и на семинаре мы обсудим. По известному принципу, кто знает, расскажет тем, кто не знает, по известному анекдоту, похожу на середину. Но в любом случае, эту статью нужно знать, потому что в ней введен целый ряд терминов, которые являются ключевыми для современной социологии и искусства. Прежде всего, это термин «поле», то есть представление литературного или художественного производства как сравнительно автономный систем, где есть свои критерии, например, критерии успеха, отличающиеся от критериев бытового успеха, и критерии славы, критерии... Бурдье также говорит о гомологиях, то есть о том, что, несмотря на то, что поле литературы довольно автономное, ну, например, на литературу всегда ссылается власть. Вот это наш национальный поэт, вот это наш лауреат, мы гордимся нашей великой литературой, то есть, несмотря на то, что литература и власть находятся как бы в разных совсем полях, все равно существует некоторая гомология, потому что, с одной стороны, сами литературы стремятся к некоторому литерству и заимствуют у власти какие-то критерии, там, коррект, того же харизматичности, а с другой стороны, власть может всегда ссылаться на литературу, например, во Франции, это всегда было очень существенно, так что литература всегда была близка к власти, проектам национального языка, проектам национальной цивилизации, и, в общем-то, во Франции, как раз, как и Россия, была такой всегда страной литературно-центричной, где гордились, прежде всего, писатели высоким качеством литературного творчества. И здесь, конечно, очень интересен и сам Бурдьо, о котором мы, конечно, поговорим в следующий раз, я расскажу об основных его исследованиях и о его творческом пути, но интересен и переводчик, потому что Михаил Гронос, он стал использовать некоторые методы Бурдьо для интерпретации русской литературы XX века. Например, у Гроноса есть совершенно замечательная статья под названием «Наизусть», где он исследует вопрос, почему у нас в школах в России принято учить стихи наизусть, и считается, что культурный человек – тот, кто знает поэзию наизусть, а в англоязычной традиции ни в Англии, ни в Соединенных Штатах стихи наизусть не учат. То есть их читают, иногда читают даже более усердно, но учить наизусть – это все равно, что как бы разыгрывать спектакль. Никто не призывает людей, посмотрев Шекспира, разыграть спектакль Шекспира дома. Также как бы нелепо, например, для англичан или американцев выучить стихи наизусть. То есть они могут часто ходить на поэтические чтения, но наизусть не учат. Но зато там принято другое – обсуждение. И, например, наши поэты, когда они приезжали в англоязычные страны, удивлялись, что после поэтических чтений обычно начинается дискуссия, все обсуждают, что там понравилось, что нет, какие ассоциации. Впрочем, как у нас принято это переживать как спектакль, почти что священно действует. Звучали какие-то стихи, то есть это был какой-то такой величественный ритуал, почти литургия. И это обсуждать нельзя. И, кстати, в сознании некоторых русских поэтов и было такое представление о поэзии, как о литургии. Например, у Блока это один из важнейших мотивов его творчества. «Свою обедню отслужил», как он писал. Или там «я отрок сжигаю свечи, огонь священный берегу, она без мыслей и безречен, но субьерцы берегу». То есть ясно, что Блок мыслил себя жрецом, священником, и сочинение стихов сопоставлялся литургии. Это была довольно распространенная позиция в Серебряном веке. Например, Бальмот назвал одну из своих книг «Литургия красоты». Встречность сочинения стихов, оно подобно созданию сакральных текстов, ритуалу, шаманству, где, конечно, никакого места обсуждения нет. Понятно, что священным словам нужно внимать благоговейное, но не обсуждать их. Действия шамана никто не обсуждает. И дискуссия по поводу шаманов там не проводит. И вот как раз в англоязычном мире и Гронос ставит вопрос, с чем это связано. Потому что, конечно, банальное объяснение напрашивается, что вот англосаксонский мир такой рационалистичный, аналитичный, русский мир у нас ходит из традиционных ценностей, какого-то благоговения, почти средневекового отношения к слову. Но это будет довольно такое банальное и поверхностное объяснение. Поэтому Гронос предлагает другое объяснение, что на самом деле это связано с тем, что всегда были какие-то препятствия, например, в России к тому, чтобы весь корпус политических текстов функционировал. Ну, например, это, более всего, конечно, цензур, которую страдал и Пушкин, но тем более страдали независимые поэты в советское время. В результате часть этих должны были учиться наизусть и распространяться. И сам Пушкин жаловался на то, что это как раз подрывает его доход. О том, как раз, что мы говорили. Потому что люди, выучиваясь какого-нибудь Руслана Людмилы наизусть, уже не покупают за 5 рублей книгу. Но, в конце концов, этот обычай рифмовать и учить наизусть, он был связан действительно с пытаванием, в том числе, независимой, такой нонконформистской или революционной поэзии, которая учит наизусть, и которая является с фактором социального объединения. То есть, и в этом смысле, например, если в Англии довольно рано побеждает, например, белый стих, то в ирландской поэзии поэзия рифмога. То есть, например, скажем, взять символистов каких-нибудь английских, такого-нибудь там, Суинберна, или Оскар Уальда, они часто пишут белым стихом. А взять каких-нибудь ирландских символистов типа Йейтса, он пишет рифмога. И почему? Потому что Ирландия боролась за независимость. Там очень часто стихи были фактически революционными. Йейтс, например, поддержал восстание 1913 года, 1916 года. И, конечно, для того, чтобы эти стихи функционировали как некоторые объединяющие революционные общества, то они должны быть рифмованными, они должны петься, они должны заучиваться наизусть, потому что только тогда они будут фактором объединения некоторой идентичности, например, протеста. Тогда как стихи, например, в Англии, это некая практика, некая искусство. Так же, как, допустим, как, например, живность. Есть люди, которые любят в музеях перерисовывать картины, зарисовывать. Но это не считается обязательным. Можно пойти в музей без того, чтобы перерисовывать картину. Так же Иван, кто-то может запомнить стихи наизусть, но это не обязательно. Большая часть будет просто их слушать. И вот как раз основная мысль Гроноса состоит в том, что именно цензура, она создает и рифмованный стих, и необходимость учить наизусть, потому что рифм просто облегчает изучение. Для лучшего не изучить, потому что ты вспоминаешь по рифме следующие строки. Вот такое как раз достаточно убедительное объяснение. Оно, видите, одновременно связано с общей социологией, с историей стран, и с другой стороны показывает такую гомологию поэзии и власти. что там поэзия может быть революционной, она может быть официальной, она может быть значит она может быть значит такой вроде бы нейтральной тоже связанной с действиями власти. То есть в любом случае какая-то гомологичность, она все равно как-то каким-то образом присутствует. И значит и тем самым оказывается, что метод Бурдью, он как раз хорош, что он с одной стороны включает и производителей, и потребителей в единое поле, а с другой стороны теми же потребителей могут оказываться в политике. Понятно, революционеры это потребитель революционного власть это потребитель от и так далее. Статья про поле литературы, в ней нужно разобраться со следующим термином. Главный термин Бурдью это так называемый символический капитал. капитал 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 не финансовый, не денежный, а связанный с харизмой, престижем, лидерством, уважением и так далее. Что такое символический капитал, тоже можно легко пояснить. Например, один человек приехал к своим родственникам в какой-то небольшой город и похвастался, что он преподает в каком-то престижном русском. Или, допустим, работает в престижной газете. И, разумеется, его родственники они не оценили. Потому что для них круто быть редактором в каком-нибудь культурном издании или преподавателем в ВУЗе. Это не круто. А круто быть, например, милиционером, чиновником, бизнесменом. Круто построить трехэтажный коттедж. Вот это вот круто. То есть в данном случае его родственники судили о реальном капитале, спрашивали, сколько ты зарабатываешь. А, разумеется, для человека был существенно символический капитал. То есть определенное уважение, престиж, определенное место внутри поля и определенная оценка в качестве такого вот эксперта. При этом это символический капитал, он же определенным образом, как и реальный капитал, немножко деформирует человека и даже много деформирует и портит человека, так и символический капитал может портить человека. Например, известно, как писатели часто завидуют друг другу, как у Блока, там жили поэты, и каждый встречал другого надменную увык. Как они, например, боятся упреков неграмотности. Например, античный писатель Лукьян написал целый трактат об ошибке в обращении. Можно ли к вышестоящему обратиться «Привет», а не «Здравствуйте?» И он пытается доказать, что поприветствовать тоже больше. Ну, потому что это такой подрих символического капитала, то есть ты, если допустил какую-то литературную ошибку, то ты показываешь, это все равно, что ты плохо играешь на битве, плохо ведешь бизнес, учитываешь какие-либо его законы. Дальше следующее это очень важный вопрос, это вопрос о легитимности. Собственно, где он говорит о том, что в поле прежде всего легитимирует кого-то в качестве писателя. Потому что здесь действительно вопрос о том, а собственно что же относится к литературе. Потому что далеко не все тексты относятся к литературе. И в разных литературах по-разному определяется граница между литературой и литературой. Например, мы, скажем, когда говорим литературу, по умолчанию имеем в виду художественницы. То есть мы не будем относить учебных по математике к литературе, не будем относить мемуары к литературе условно будем относить, инструкции тоже условно, кодекс права будем тоже довольно условно относить. Например, для Наполеона его гражданский кодекс – это произведение литературы, причем высокая литература, потому что написано качественно, ясно, понятно. Если, например, мы посмотрим тот же англосаксонский мир, то там к литературе обычно относят как раз и крупнейшие философские научные труды. Например, какая-нибудь золотая библиотека классики, там, наравне с Шекспиром и Диккенсом, там будет Дарвин, Адам Смит. То есть то, что мы относим не в лучшем случае к нон-фикшену, а так обычно говорим, что это научная литература, что это научные философские труды, но мы не будем изучать в курсе литературы, например, Дарвина и Адам Смит. То есть всякий раз выясняется, что эта граница между литературой и нелитературой – она подвижна. И причем эту подвижность я постоянно, например, наблюдаю. Например, нон-фикшен стали включать в литературу там последние 30 лет. Или, допустим, философию. Допустим, Василий Васильевич Розов, он писатель или философ. Включать его в историю русской литературы или не включать. Здесь разные историки литературы по-разному это решают. Есть какие-нибудь критерии? А в том-то и дело, что как раз Бурдио в этом поле литературы, вы прочтете, он доказывает, что это как раз все время подвижно. Потому что кто-то вводит, кто-то, собственно, становится инстанцией, учреждающей литературную легитимность. Критик говорит, вот я считаю, что Розанов лучше русский писатель. И постепенно все привыкают, что, например, нужно изучать, изучая Серебряный век, не только, например, прозаиков и поэтов, но и эссеистов. То есть критериев нет? Критериев нет, но есть вот это акты легитимации. То есть легитимность – это признание тебя в качестве писателя. И легитиматорами, и легитимность, говорит Бурдио, она всегда возникает в поле в сражении. То есть, например, критик, утверждающий, что Розанов – писатель, а не просто Таттебосов, он полемизирует, например, с автором учебника по литературе. А автор учебника может там полемизировать с критикой и утверждать свой канон. То есть канон литературный, говорит Бурдио, он всегда подвижен, никогда не существует какого-то единого канона, а всегда существуют какие-то инстанции, постоянно борющиеся друг с другом, постоянно это агенты или институты, например, Министерство образования, которые начинают определять, что к литературе относится, а что к литературе не относится. Иногда даже довольно грубый фор. Например, может выступать какой-нибудь старый критик, который будет говорить, ну разве это литература, какие-нибудь современные. И, собственно, известно, что очень многие искусства, например, кино, они далеко не сразу были признаны в качестве искусства. Долгое время кинематограф многие воспринимали как развлечение искусства. И, скажем, в России были синефилы, которые считали, что кино – это искусство, и антисинемисты, которые считали, что кино – это развлечение. Например, знаменитый искусствовед Павел Муратов, автор образов Италии, говорил, что кино – это то же, что казино. Что это просто убивание времени там, какие-то отдельные эмоции, отдельные впечатления, но ни в коем случае не искусство. Или, допустим, Владислав Ходосевич, тоже эмигрировавший поэт, он написал стихотворение про ветерана Первой мировой войны. «И мне невозможно быть собой, и окажется, схожу с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема. Мне ангел миру подает, мне мир прозрачен, как стекло. А он сейчас разимит рот пред идиотствами Шарло», то есть Чарли Чаплина. Но сейчас попробуй кто-нибудь скажи, что Чарли Чаплина – не искусство, что это идиотство. А вот тогда, допустим, в 1920-е годы, это было нормально. То есть значительная часть образованных людей просто не признавала кинематографа искусства. Так как сейчас идут споры о компьютерных игр. Разумеется, большинство пока компьютерные игры не признает искусство. Он разумеется, что через лет 20 или 30 будет дико, что кто-то не признавал компьютерные игры одним из видов искусства. То есть то, что тогда происходило с кинематографом, сейчас, например, происходит с компьютерными играми. То есть это вот вопрос о легитимности, что должны быть какие-то агенты легитимации. Например, киностудия, тот же Голливуд, который утверждает, что без кино невозможно США. А режиссер, у нас есть Эйзенштейн, который утверждает, что кино – это дело в страстной важности. Что именно кино выражает революцию и современность. То есть с помощью гомологии, в том числе обращение к власти. Потому что, разумеется, и Голливуд, и Эйзенштейн обращаются к власти. То есть, он отписывал по литературе, в более широкое это бурдио пишет поле власти. Но вот без этой вот гомологии как раз невозможно было бы утвердить кино в качестве искусства. И, конечно, и были, потому что начальник, конечно, синефилы, те, кто признавали кино искусством, они руководствовались разными вещами. Ну, например, некоторые видели в кино такое зеркало судьбы, возможно, некоторый новый психологический мотив. Например, вот, скажем, синефилом в русской поэзии. Вот анти-синемистом был Слав Ходосевич, а, например, синефилом был Михаил Кузьмин. И вот, например, у него есть Экфресси с описанием фильма «Доктор Мабуза» Ланка. «Американец, юный гуль, убит был доктором Мабуза. Он так похож. Не потому ли о нем заговорила Мабуза, ведь я совсем и позабыл, каким он на экране был. При чувстве тесное кольцо моей душою овладел. Ах, это нежное лицо, это жажда жизни смены, этот рот, этот взор, где спит теперь мой приговор». То есть в кино он видит некое зеркало, и в герое он узнает себя. То есть для Михаила Кузьмина, как гея, очень по-своему тонкого действительно человека, очень важно кино, как такой способ увидеть в герое-мужчине некое такое альтер-эго. И себя, и возлюбленного, и еще. Здесь, допустим, понятно, что синефийство Кузьмина, оно связано, допустим, с Михаила Кузьмина, оно связано с рядом особенностей его эстетики. Любовь к ясности, некоторый такой автоэротизм, гомосексуальность и другие черты, которые, допустим, у других поэтов Северного века не ополадили. Но, соответственно, получается, что, допустим, для того, чтобы кино было признано, нужна была усилия не только, например, Михаила Кузьмина, но и другие. Большое, например, усилие Эйзенштейна, для которого монтаж аттракционов и выражает современность. Для которого кино – это и есть комасовременность, данная на экране. Для которого кино – это почти такое божественное искусство пересоздания современности, а не просто там фиксация чего-то с помощью движущихся картинок. То есть ликитимация происходит не сразу, потому что далеко точно так же и происходило в литературе. Очень полезно изучать, что в какие времена считалось литературой или что считалось легальным, потому что это сразу возбавляет на неких иллюзий, внушенных в школьном учебнике. Ну, например, вот, скажем, допустим, для нас литература – это прежде всего художественная литература. Например, комбонент, что, например, для средневекового человека, допустим, возьмем, допустим, первого, фактически, ренессансного человека – Франческо Петрарко. Свои стихи, которые, собственно, лирические, он называл безделкой, наукой. То есть такой чепухой. А своим главной заслугой считал поэму «Африка», написанную по образцу Вергилия, которую, разумеется, сейчас никто не читает. То есть тогда, разумеется, литература считалась нечто серьезной, написанной по образцу античных автографов, такое монументальное, а всякая лирика – это такая чепуха. Разумеется, для нас все совершенно иначе. И то, что приоритеты менялись, это очень хорошо видно. Ну, например, до нас, например, стихи Сапфо дошли только в отрывках, в цитатах, а какие-нибудь речи Демосфена дошли полностью. Потому что речи Демосфена считались серьезной церковью. Это ораторство, это связано с юридической, политической практикой, то есть серьезная жизнь. А лирика – это так, что-то не обязательно, какое-то такое досуджее развлечение. В то время, как, разумеется, для современного читателя стихи Сапфо гораздо важнее, чем речи Демосфена. То есть, как видите, легитимация происходит не сразу и часто довольно мучительно. То есть необходимо действие некоторых людей в поле, некоторых агентов, должна быть схватка агентов, чтобы произошла эта легитимность. Дальше следующий термин, который вводит Бурдье, это термин канонизация. То есть превращение чего-то в образец. То есть, когда мы говорим, именно так надо писать. Такая канонизация, она не обязательно создается именно властью или учебником. В учебнике сказано, что Пушкин – наше все. Канонизация может быть и в массу. Когда говорят, например, что это королева детектива, или это король эротической литературы, или что-нибудь еще. Такая канонизация не обязательно связана с учебникой. Но канонизация – это всегда, как говорит Бурдье, это превращение писателя в институт. То есть чем, например, отличается король детектива от просто автора детектива? Что автор детектива? Это просто человек, который талантливо пишет детектива. Король детектива – тот, у кого будет ориентироваться. Пишите, как он. Тогда будет детектив хороший. То есть это превращение писателя в такой некий образчик, в такой завод по производству детектива. То есть канонизация, говорит Бурдье, это не просто то, что кого-то начинают чтить, любить, читать образцом. А это превращение кого-то в институт. То есть превращение кого-то в некий образец, как надо производить, как надо читать, как надо переживать, как надо почитать что-то. Причем это не обязательно означает, что канонизация, превращение в институт обязательно требует подражания. Например, канонизация Пушкина вовсе не означала, что все поэты стали подражать Пушкина, писатель образцы пушки раз наоборот пушкинская школа она очень слабо потому что магистральная линия развития русской поэзии это поэзия сюжет сюжетный социально ориентир то есть жуковский лермонтов некрасов то есть когда стихи про людей по какие-то сюжеты какие-то мелодрамы только допустим у жуковского это будет какой-нибудь злой епископ который там которого выше съели там в отместку а у некрасова будет злой помещик который там крестьянград но смысл один что это с отца это такой вот storytelling называют в американской политтехнологии это storytelling это это сентиментально это народолюбиво демократично и так далее пушкин прямо противоположие у него большая часть стихов не сюжетные а у него а выражающий внутренний мир в общем-то они большая часть не касают не рассказывают истории истории пушкин рассказал прозе они не имеют прямой морали и не заинтересованы там в каком-нибудь благе особо простого народа то есть на самом деле как раз пушкин и этом оригинал а мейнстрим русской поэзии это вот сюжетная поэзия там жуковский лермонтов некрасов вплоть до есенина маяковского когда главным поэтом сказать какую-нибудь дошипательную историю но канонизация пушкина произошла в другом что с пушкин стал связываться особое чувство подобное утючево стихотворение о памяти пушкина тебя же как первую любовь россии сердцу не забудь с пушкином связано про культура эротической культура как ощущать влюбленность как еще переживать любовные чувства ну как бы ну просто романтизм рад лермонтов тоже романтик но например его любовные истории у лермонтов они всегда устроены по-другому там всегда есть мстительность как знать быть может те мгновение что я провел у ног твоих я немало вдохновения чем-то заменила их то есть это любовь мстительная как раз она мейнстримом не стал а вот как раз пушкинская любовь вот такая очарование идеализация гений чистой красоты там все эти лишь розы увядают все это такое развитие какой-то внутренней такой внутренней сентиментальности вот действительно пушкин его перед то есть канонизация пушкина связана не с тем что поэты начали писать все карточки а с тем что определенные культуры чувственности стало таким общим достоянием что в общем дальше еще один вопрос это собственно институционализация то есть бурдио говорит что любое поле она требует каких-то внешних показателей того что она функционирует ну например например поле власти оно имеет ввиду что ордена должности там что-то еще соответственно литературное поле оно имеет ввиду премии например причем эти премии могут быть безденежные например во франции конкурсская премия это один франк то есть символическая то есть это все символический капитал то есть например самые престижные литературные премии они могут быть вообще безденежно но зато ты гордишься тем что ты получил эту премию и например допустим скажем в литературном поле очень важны премии например допустим в современной россии толстый журнал каждый толстый журнал литературный он конца года назначает своих лауреатов что лауреатом премии журнала стал такой-то за роман такой-то такой-то подборка стихов такой-то и так далее при этом разумеет денег не платит но просто печатают тебя на последней странице журнала и как лауреата премии например я критик года по версии журнала дружба народа я там допустим и допустим при очень важно например допустим выход шорт лист потому что шорт лист ничего не дает финансово но например я всегда пишу что я шорт лист у меня я шорт листе премии кандинского 2023 года и дважды шорт листа премия шорт премия андрея белого и дважды лауреат не основных номинациях премии нестовый виссарион это принято потому что это как бы это твоя институционализация это означает что ты престиж да то есть например в лонг листе это никакого престижа нет лонг лист может попасть кто угодно а вот шорт лист это уже престиж потому что шорт лист не дает никаких денег но он дает престиж короткий список но обычно от пяти там до семи фамилий то есть лонг лист несколько десятков произведений шорт лист всегда 5-7 произведений то есть которые читают уже эксперты выбирают из них лучше то есть это как бы выход в финал ну даже как в футболе все-таки команда вышедшая в финалом ничего не может получить если не победила в финале но выйти в финал согласитесь это уже престиж ну вот да и но шорт лист соответственно тоже получает контракты там известность контракты новые заказы и так далее то есть это вот институционализация границ и бурдионку сейчас точно говорит на самом деле главная цель этих шорт листов премии так далее не столько пальто найти как бы отметить главные таланты сколько установить границ ну например представьте скажем премии начали давать допустим вот нобелевскую премию начали давать давали сначала по литературе основного художественных произведений но последние годы стали давать рокером вот автор да не слышали разве посмотрите последние десять лет нобелевской премии ну-ка к литературе то есть по литературе но и с самого начала допустим одна из первых премий нобелевской премии по литературе получил театр мобзин из истории римской империи хотя это ну то есть это было важно что это некая классика этого риме что это классично это образцовая литература а сейчас например важно расширить значительно например одно из таких главных победы современной литературе это автофикшен знаете что это такое то есть это автобиография или превращено художественное произведение ну то есть пример автофикшен это вот детство отречества юности льва толстого то есть там он вроде пишет о своей биографии там дворянина который вырос в имении но он же не не лег там а не коленько там ясно что что-то он взял из своего реального детства отречества что-то из других дворян то есть это в основе лежит действительно личные воспоминания но человек комбинирует это что-то придумывает что-то дописывает именно чтобы придать этому некоторую большую общезначенность чтобы сделать это более типично и вот сейчас автофикшен фактически такой и например сейчас очень часто премии дают за автофикшен вот и соответственно это как бы премии они тем самым переопределяют границы что литература это не только там роман роман и стихи но и автофикшен отдельный как бы вид литературы который не роман не мемуар не документальная проза там биография а совершенно какой-то отдельный вид литературы то есть по имел фактически новый вид литературы тоже не жанр а новые даже вот потому что жанр более мелкие разделения там и вот как раз и вот я постоянно вижу что например буки все время мировые премии там они даются все чаще автофикшену то есть это переопределяет границы литературы а автофикшен он что позволяет чем он хорош что он позволяет обсуждать социальные проблемы проблемы там домашнего насилия там экологически то есть то что является внешним мировым адженда что роман всегда немножко двусмыслен а тут будет прямо в артифике какие-то адженда допустим экологически или там какие-нибудь там правозащит какие-то еще и дальше очень интересно что значит и здесь соответственно еще одно понятие которое будет понятие среды что на самом деле внутри какого-либо поля пролитературного или художественного все в какой-то мере себе даже люди которые работают на низших должностях чувствуют что они принимают участие в исполнении это очень хорошо видно в театре что обычно и рабочие сцены тоже себя чувствуют скорее ближе к актерам чем в пекине хотя они не играют но все равно как бы есть такое самосознание театра что мы в некой среде находимся и это поэтому поводу есть очень много анекдотов например вы знаете что в предреволюционном петербурге петрограде было кабаре бродячая собака и у них был термин фармацевт так они называли все кто не принадлежит как кругу для того чтобы показывать что им все равно кто это министр или домохозяй или кто-то еще и поэтому например своих то есть представители богем они пускали бесплатно с фармацевтов по билетам и вот там было там сегодня там формат с фармацевтов берем столько они очень гордились тем что сам они зарабатывают за счет фармацевтов тех кто богеме не принадлежит и вот и и другой анекдот допустим такой театральный анекдот что директор театра говорят что вот наша актриса выходит замуж он спрашивает за кого за актера за режиссера что за светителя за работника сцены как из публики то есть вот существует какое-то профессиональное самосознание среды в котором даже самый малый участник всего этого все равно чувствует себя принадлежащим некому бизнесу некому делу даже если он в общем-то фактически очень опосредованно участвует в творческом производстве даже как корректор считает себя участниками но действительно рано или поздно такие люди все равно участвуют в процессе рабочая сцена все равно может быть на подготовке сценографии или допустим он может дружить с актерами и допустим выучиться постепенно на актера то есть в этом смысле как бы значит скажем еще один термин который вы должны знать это термин бурдиок без которого вы не разберетесь в его книжке в его статье это термин габитус 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 латинская это термин взятый средневекового классики то есть это как бы привычка поведения то есть это некоторое отработанное поведение которое и определяет поступки человека очень значит теорию габитусов бурдион разрабатывал наблюдая за тем как например ведут себя выходцы из деревни в городе или например горожане в деревне что очень часто как раз как известно очень трудно перестроиться именно потому что они могут принять правила нового общества но габитус остается прежним например он рассматривал историю про алжирцы алжирцы когда собственно алжир объявил независимость франция в ответ вела санкции против алжирского вина алжирцы конечно не знали куда это вино девать потому что так они привыкли что один из основных доходов дает вино и в результате они в конце концов смогли хрущеву убедить чтобы он купил вино значит и соответственно это алжирское вино загрузили в литяные танкеры и привезли в советский союз но пока его везли оно стало дополнительно бродить ну его добавили еще спирт и так получился вот этот портрет для семерки собственно то есть крепленное вино на самом деле очень вредное на самом деле это алжирское восхождение вино просто хрущев пришел в франции продержать алжирского вот но это отдельная история и так когда значит соответственно алжирцы решили что они будут выращивать хлеб но в результате они хлеб не смогли собрать и бурдио решил выяснить почему это произошло и выяснил что на самом деле у них сформировался в колониальное времена габитус городских жителей то есть виноград это такое в общем не требующий особо обработки вещи подстриг его там собрал и все а хлеб требует именно крестьянского образа жизни что ты встаешь с рассветом в 4 утра весь день работаешь в поле они уже отвыкли они привыкли на французском образу живет ешь круассан какой-нибудь и пакет там сидишь пьешь кофе до обеда там прочее то есть они привыкли городском габитус и поэтому стали неспособными к сельской работе и как бы габитус это такой аналог бессознательно бессознательно по фрейду вот это такое бессознательное в практике и вот как раз здесь бурдио он обсуждает как габитус может влиять в том числе и на поведение писатель например что в это например что в литературе всегда сражается по его мнению аристократический габитус то есть представление литературе как таком досужем кобби и демократический габитус то есть представление литературе как публичном поведении вот и поэтому вот это самое и вот как раз именно тот кто еще сложность радио литературы она связана он связан с тем что люди приходят литературе со своим габитусом аристократ все равно будет немножко аристократ когда он там будет в литературе это знаете мне в англии например говорили как определить аристократы в метро знаете очень просто и это единственное кто не смотрит кто-то идет ли поиск потому что аристократом всегда немножко такое составляет такое достоинство величие и в отличие от как бы новоришек просто все кто всегда суетится боится опоздать а аристократ он как бы всегда в таком вот таком достоинстве и спокойствии да потому что аристократ исходит из то что мир ему должен нет просто иметь ввиду что в современной англии аристократы они ходят в той же одежде какой ходят все остальные люди он будет также в джинсах там и в пол и соответственно как его узнать по габитусу получается вот этой телесной привычки габитус это всегда такая телесная некоторое телесно организованное строение и как раз габитус он всегда узнает человек может привыкнуть к новым правилам на конца габитуса избавиться невозможно все эти грубости в духе что можно вывести девушку из деревни за деревню из девушки там это все про габитус про габитуай вот или значит и вот как раз габитус это такой один из основных терминов вот когда он рассматривает почему допустим литературу буржуазное время чисто финансового капитализма когда все зарабатывали все равно в литературе сохранялся такое аристократическое сознание что-то такое богема же она тоже изображает себя к аристократию встаем когда хотим там мир нам должен это не мы должны суетиться к нам должны прийти там какие-нибудь издатели на монмарк картины на тупич и прочее то есть богема же она в общем-то она заинствует аристократическое и как раз вот как раз бурдио обсуждает этот вопрос вот а богеме как о продолжателях аристократического а не буржуазного габитуса и вот и кроме того соответственно здесь еще он говорит фактически все равно дальше вводит некую модель буржуазно-капиталистическую говорит о творчестве как акциях то есть акционирование о валюте о такой ценности о сакрализации что допустим освещенный художник превращает свои продукты в сакральные объекты когда ну то есть он обсуждает известное явление что если человек достиг славы то чтобы он не производил это будет неким по сакральным объект ну как орхол там все что на чем поставить подпись это будет произведением статья 382 года рассказал то есть орхол уже был то есть это вот принцип сакрализации просто орхол и его инструментализирует если же известный анекдот про вольтера что вольтеру пришел молодой поэт поймешь стихи вольтер сказал что так вы будете писать когда станете знаменитым пока не получше ну и понятно что бурдион прежде всего знает французскую литературу и конечно же он приводит пример основном с французской литературой хотя он русскую литературу тоже знает цитирует тенианова упоминает толстого но в основном он рассматривает французскую литературу где как раз очень важно было вот именно такое постоянная институционализация создание всякого салонов кружков клубов где как бы можно это проследить потому что допустим скажем английской литературе так бы не получилось потому что английская литература довольно дробно шотландская литература очень отличается и где действительно например английской литературе была возможна полная социальная маргинализация писателей которых когда поле власти полностью деформирует поле литературы причем во франции не было ну например байрона там его скрывать до подверг практически отмене и в общем-то считалось допустим неприличным имя упоминать там канцелинг удался во французской литературе таких опытов канцелинга не было а часть потому что сами французские писатели постоянно сопротивлялись и занимались провокации что попробуй отмени если ты сам что угодно там быть вот и в этом смысле как раз то что многие французы там от рабле там до бадлеры вплоть до газеты шарлеев до такие афанты рибли потому что они издеваются над всем не знают никаких святым способны вообще к любому там к любому хулиганство это во многом как раз отстаивало вот эту автономию польца во франции никого отменить никого заканцелить невозможно вот например байрона заканцел аскаруальда заканцел то есть считалось это неприличным так сказать как бы упоминать в детском обществе эти имена он упоминает живопись просто в живописи там допустим во франции проблема в том что в живопись она много регламентировалась академии салонами он там упоминает об академии о салонах я роли кстати литератора в салонах так что вы там почитайте и про живопись тоже просто как всегда там очень существенно действительно например в чем он видит преимущество в рассмотрении литературы что в литературе всегда видна социальная траектория правда больше чем живопись и мы можем не знать подробности биографии художников когда мы покупаем роман мы уже знаем что-то об этом человеке куда приехал допустим во франции очень важно париже еще там и прочее ну и кстати в россии тоже очень важны местные школы то есть живопись у всегда очень как бы важно какой школе ты принадлежишь как в направлении ты импрессионист не важно откуда ты ты живешь там в среду импрессионистов откуда ты родом не так уж и важно вот а допустим не писать все равно важно откуда ты произошел впрочем кстати в русской литературе тоже всегда выделяли есть известная шутка что поэзия и делится на хорошую плохую и питерская то есть для питерцев как бы их происхождение их трек там связаны с определенной питерской мифологии это питерской текстом питерской вот такой напряженной такой средой культурной столицы для них это существенно в их определении вот что как бы питерская поэзия результат в общем-то работы пить петербурга такой вот культурной среды которая перемалывает людей там вот и создает из них некоторую особую такую вот значит ну да особую лигу то есть допустим понятно например для я не знаю для бродского было важно что питерский поэт что что в общем-то и из из питера из ленинграда в общем-то его как были строение образности да вот бродский или давлатов и так далее ясно что для них существует они именно из петербурга они откуда-либо еще что они именно свою питерскость постоянно пестовали там элемент какой-то драмы да да ну то есть понимаешь что давлатов сознательно устраивал себя как главного такого петербурга то есть он прямо работал в поле отстаиваем как бы по бурдио и очень удачно разобрать потому что он и позиционирует себя как питерцы выстраивает свою харизму и выстраивает свой символический капитал и выстраивает себя как институт вот эта питерская драма то есть питерская драматургия все остальные могут быть только эпигоны то есть вот как раз давлатов это очень хороший пример когда человек как бы выстраивает всю свою литературную карьеру на своем питерстве которое он не просто как бы упоминает а тематизирует превращает в институт потому что институционализация по бурдио и вот конечно для да 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 то есть да то есть так что в любом случае все позднейшие допустим будет всякое позднейшее такое пить 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 шнурова будет явно как бы зависим прецедента до владова то есть это и в этом смысле как раз в этом смысле питер он себя всегда отстаивал там и это давало москвичам некоторые и питерцы и москвичи постоянно спорили например московский поэт александр величанский он написал стихотворение страшный город ленинград походит на трактат что переведен с латыни за российский не попадет ну то есть как бы пытается как москвич это деконструировать в этот культурность питера культурная столица где все смыслы производятся как некие смыслы культуры а в свою очередь там питерские поэты они наоборот всячески пестуют свое питерство как в свой бренд и так далее александра кушнера есть стихотворение которое кончается про гитару сказать что пусть на ней григорьев играет по ночам и заполам григорьев основатель славянофильства москов москвичи славян хилла это москва пускай на ней григорьев играет по ночам чем вечно развлекает там обожает там раскульно москвича то есть москвичи это какой-то вот такой распущенность такая диковатость какая-то полудеревня такая по этому поводу есть много анекдотов как всегда про петербуржцев и москвичей например жители разных городов спрашивают какой город россии второй по значимости новосибирцы отвечают новосибирск екатеринбург петербуржцы москва вот и и таких вот действительно таких значит таких образ таких самоописаний себя в качестве значит в качестве петербуржцев достаточно много то что они могут быть великими самоироническими очень часто как у давлатова который все-таки ироник там или у независимых там петербургских поэтов директора кривульна и шварцев всегда такое или сергея статановского у которых всегда их петербуржство но всегда такое сами довольно самоироническое всегда это видение какой-то такой гротескности в само в самой петербургской жизни ну как бы такое ну вот то что у давлатова такая самоирония чтобы превратить это питерское в пафосное потому что пафосное всегда люди оттолкнули что вот пафосность она и лишняя пафосность она всегда немножечко такая неприятная но ясно что допустим строки кушнера звучат немножко неприятно а все-таки когда как у давлатова какая-то самоирония постоянно все-таки это приятно что это могут читать не только питерцы но и жители всех остальных городов вот как раз по-моему хорошо очень разговариваем там вот значит а и поэтому значит вот поэтому такие вот такая самоирония у петербургских значит довольно много ну например сергей статановск самый саркастичный петербургский поэт из нами живущих у него много таких стихов город текст как раскрытые книги дома каждый житель носитель держатель сохранитель лелеетель буквы пришиты к бушлату буквы моленья о пище то есть на самом деле что вот как бы вот этот образ питера что это такой большой гипертекст то есть что каждый дом связан с культурным событиям истории что на самом деле бусмысленность потому что в общем то так сказать питерцы часто так сказать голодны но это написано еще в 90 то есть период экономического кризиса вот и у него там огромное количество такого вот иронии или например вот архив архитипа глухом ленинградском подвале там за амбарным замком мысли образов темный котел о не взорвись не взорвись да не вырвется в судовку улиц подсознанка атасная вихрь деструктивных химер это 90-е годы то есть это на самом деле про лихие 90-е или там ну не у страновского все так вооруженные нападения лермонтовцев обнаглевших сделались нормой только отряды толстовцев это противецы то есть такая вот изображение как культура выглядит если ее спроектируют водитки 90-е вот и в общем то это вас действительно можете вот значит там значит почитать там это все значит значит например скажем вот мотив достоевского достоевский связан с петербургским мифом и вот как сатановский пишет притча о двух врачах вкалывать стал участковым врачом разумихи за копейки горбатится а раскольников скорбный романтик стал геронтологом и смертельные дозы по сговору вкалывать стал старикам дедом бабкам недужным ненужным за солидные бабки ну потому что это как бы с раскольников ассоциировать какой-то в общем-то возвышенный петербург такой наполеон там то что инакентианинский потом свои критики назвал в книгах отражения такой критик серебряного века там 309 год назвал откорбительная мерзость поступления ну то есть человек считал себя наполеоном оказался простая вот уголовка вот и значит и это нет поэтому все вот примерно так у статановского устроена то есть это вот то есть пример питерского поэта который конечно когда власть к петербурга с очень большой степени самоирония стране вот и и таких но это вопрос действительно пример того вот что такое петербург как соответственно то в в этом смысле бурдьёвка это французская литература концепция тоже очень столичная очень парижа ориентированная что в общем-то гусска литературный успех это успех в париже конечно в различии от германии где литературный успех может быть где угодно в этом смысле франция она напоминает чем-то россии очень большой централизованностью хотя есть конечно местные школы но в этом смысле франция даже централизованно чем россия россии выделяют южную школу уральскую школу прочие литературные во франции даже такого особо и нет все все равно нужно приехать в париж и он как раз показывает как в том числе и собственно при переехавшие в париж они в этом смысле деконструируют него один из основных сюжетов это вот как раз французские символисты которые вроде богемщики такие типа верлены или малармэ верлен который был совершенно богем в жизни такого пьянтик еще в абсент там в общем продолжает такую аристократическую богемность но при этом они тем не менее создают некоторые вполне уже как бы буржуазный способ производства из регулярных книг там производства своих репутаций некоторых производства школ как вот с учениками последователями то есть фактически возвращает уже буржуазный мир с мюзиклами промышленных производства искусств вот это для него один из главных сюжетов он типичный французский ну вот поэтому тогда читайте поле литературы и на этом тогда мы завершим и дальше будет как раз лекция я порассказываю как развивалась социология литературы а потом обсудим кстати у бордьо а дальше будем читать разные интересные вещи например аутсайдер то есть на самом деле чем маргинальнее тем лучше я там включил вопросы например книгу субьера венкатыша главарь банды нами внедряется в чикагского собственно индус работающий в чикагском университете внедряется в чикагско-африканскую афроамериканскую ванду становится главой чтобы провести социологическое исследование и вот такие книжки я очень люблю ну то есть социолог полевой который как бы внедряется непосредственно то что называется включенное наблюдение становишься часть сообщества исследующих социологов но это до всего уже позднее время я уже пересказывать это не буду